Добрый день, уважаемые слушатели и зрители канала Next. Сегодня мы беседуем с Анатолием Пари, экспертом в области информационных технологий. К нему мы решили обратиться с простым вопросом. Анатолий, вот союз потребителей, который уже работает с 1898 года и распределяет свою прибыль и доход, ну вернее даже не доход и прибыль, а просто членские взносы на свои уставные цели используя такую систему как жеребьевка. Но в связи с тем, что председатель президиума умер, сейчас у 188 членов этого союза потребителей возникло недоверие к процедуре проведения этой жеребьевки при распределении ресурсов. Что бы вы могли сказать или посоветовать по новейшим технологиям, которые можно было бы применить в этой жеребьевке? Использовать жеребьевку как инструмент в современном мире без каких-то фальсификаций и без использования новых технологий практически невозможно. Если в работе организации присутствует человеческий фактор, он всегда будет присутствовать. Чтобы исключить, необходимо может быть обратиться к новой технологии. Одна из этих технологий, то есть распределенный реестр, в народе говорят блокчейн. Это новая, уже разработанная, уже проверенная, уже испытанная технология, которая позволяет работать любому инструменту, как финансовому инструменту, как социальному инструменту, исключает человеческий фактор, исключает человеческое присутствие, исключает фальсификацию, так как использование распределенного реестра, то есть блокчейна, дает такую возможность, дает такую гарантию, дает скорость, дает прозрачность, дает невозможность. Не могли бы сказать, что да, это очень хорошо. А вот эта сама процедура, почему на блокчейне не поддается изменению? Блокчейн, насколько я слышал, это цепочка блоков, изменять которую уже невозможно, если они записаны и децентрализованы в узлы, то она хранится распределенно в узлах, что изменить ее невозможно. Поэтому, например, да, это же, если номера, например, билетов членских или билета участников хранятся в блокчейне, то изменить их уже невозможно. И эти номера могут участвовать как раз в этой жеребьевке. Да, это очень интересная технология. Большое вам спасибо, Анатолий. Мы подумаем над этим и обязательно привлечем вас к этим исследованиям. Ну, в дополнение можно сказать, чтобы остановить одновременно блокчейн, то есть цепь блоков, да, а в цепи блоков может состоять как два блока, такие сотни, миллионы блоков. И одновременно остановить эту цепь, одновременно остановка этой цепи, она практически невозможна. И внести какие-то изменения, но это практически невозможно. И внести какие-то изменения. И внести какие-то изменения. И внести какие-то изменения. И внести какие-то изменения. И внести какие-то изменения.